В Карелии возобновлен прием заявлений на загранпаспорт нового поколения. Оформление документа и сдача биометрических данных осуществляется в МФЦ Петрозаводска на набережной Гюлинга и проспекте Первомайском. В России принят федеральный закон о школьной медицине. Он обязывает образовательные организации обеспечить условия для оказания учащимся первой помощи и допускать их к занятиям физкультурой с учетом состояния здоровья. Первый инвестиционный проект по импортозамещению появится в Медвежегорском районе. Инкубационно-выросной рыбный завод сможет снабжать часть карельских предприятий посадочным материалом радушной форели. Абитуриенты смогут подать заявление на поступление в колледж на госуслугах. К сервису уже подключены Петрозаводский базовый медицинский колледж, педагогический, костоможский, политехнический, сортовальский, а также Петрозаводский автотранспортный техникум и техникум городского хозяйства. В Карелии разыскивают собаку, которая после аварии на трассе убежала в неизвестном направлении. Трагическое ДТП произошло 1 июня в Беломорском районе. Джек Рассела по кличке Сэм ищут родственники погибших людей.